Синдром беспокойных ног. Что же это такое? Опасно это или нет? Как лечить? Об этом поговорим в данном видеоролике. Меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач и невролог. И безусловно, я не являюсь паркинсонологом, углубленным специалистом по болезням движения. И наверное, вам имеет смысл посмотреть информацию у моих коллег, которые занимаются болезнями движения. Они расскажут о синдроме беспокойных ног больше, чем я. Но и в этом видеоролике я постараюсь кратко и ёмко рассказать о том, что это такое и как это лечить. Синдром беспокойных ног. Или синдром Экбома. Является не до конца изученным состоянием, которое чаще всего возникает, что называется, идиопатически. Хотя имеется и вторичный синдром беспокойных ног, когда есть определенная ситуация, которая приводит к появлению жалоб. Жалобы следующие. Это возникновение неприятных ощущений. Прежде всего, таких глубинных ощущений. Это может быть жжение, анемение, выкручивание, какие-то судорожные сокращения без видимых судорог в нижних конечностях. И эти ощущения вызывают желание шевелить ногами. Возникают или усиливаются данные ощущения. Прежде всего, в вечернее или в ночное время человек может из-за этих ощущений не мочь заснуть. То есть, нарушаются процессы сна. Также отмечается некоторое улучшение состояния, если человек прохаживается. То есть, просто встает, начинает ходить. Особенно заметное облегчение наступает в первые минуты, в первое мгновение после начала движения. Но необходимость, скажем так, двигаться, естественно, сильно влияет на процессы сна и нарушается он. Есть некоторые более редкие вещи, которые сопровождают сокращение, непроизвольное мышечное сокращение в ногах в ночное время, во время сна. И это немножко другая ситуация, чем синдром беспокойных ног. При синдроме беспокойных ног человек сам хочет шевелить ногами, чтобы ему стало легче. То есть, нету непроизвольного сокращения мышечного, а человек сам хочет шевелить ногами из-за неприятных сенсорных чувствительных ощущений. Жжения, покалывания, ползания мурашек, ползания, иногда говорят, червей, насекомых под кожей. И, если брать, скажем так, по ощущениям, может симптомы находиться постоянно. Они могут возникать периодически. Это что касается идиопатического синдрома беспокойных ног. Чаще всего он имеет наследственную природу. И, к сожалению, мы пока до сих пор не знаем все механизмы его развития. Есть вторичный синдром беспокойных ног. Он развивается на фоне, прежде всего, таких состояний, как дефицит железа, в том числе скрытый дефицит железа. То есть, там будет низкий уровень ферритина, о котором я когда-то уже рассказывал. Низкий уровень железа может развиваться на фоне сахарного диабета, прежде всего на фоне диабетической полинейропатии. Может развиваться на фоне других токсических, например, алкогольных полинейропатий. Может развиваться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. Чаще всего вызывает синдром беспокойных ног противорводные препараты, антигистаминные средства, некоторые транквилизаторы, некоторые антидепрессанты, прежде всего старых поколений. И может развиваться синдром беспокойных ног на фоне некоторых хронических заболеваний вен. Но там механизм такой, что венозный застой тоже провоцирует неприятные сенсорные ощущения. А двигательная активность, она просто уменьшает венозный застой. Также к синдрому беспокойных ног может приводить беременность и наличие эссенциального тремора у человека. В таких случаях достаточно пролечить основное состояние, например, дождаться окончания беременности, избавиться от вредных привычек, исправить ситуацию с венозной патологией, восполнить дефицит железа, чтобы синдром беспокойных ног прошел. В ситуации, когда нет четкой причины, и мы можем говорить о идиопатическом, первичном синдроме беспокойных ног, требуется обязательно консультация врача. Естественно, требуется и в предыдущем случае, чтобы определить, что является причиной вторичного синдрома беспокойных ног. Но там хотя бы понятно, что нужно делать, тогда как лечение первичного синдрома беспокойных ног, оно может занять более длительное время и представлять некоторые потенциальные риски. Потому что назначаются препараты, у препаратов у всех могут быть попочечные эффекты, соответственно, нам надо взвешивать риск и пользу. Сам по себе синдром беспокойных ног, он безопасен, он не приведет к смерти или к чему-то подобному, но он значимо ухудшает качество жизни. Из немедикаментозных рекомендаций очень важное значение имеет рациональная физическая нагрузка, физическая активность. То есть это просто ходьба, может быть посещение спортзала, но эта физическая активность должна быть достаточной. То есть условная 7-10 тысяч шагов в сутки или 2 часа кардионагрузки 2 раза в неделю. Может давать некоторый эффект массаж, может давать некоторый эффект прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону. Могут давать эффект методики гигиены сна. В случае заболевания вен может давать эффект использование компрессионного трикотажа, а также принятие возвышенного положения для ног. Даже в случае, если есть первичный синдром беспокойных ног, но и хроническое заболевание вен, синдром беспокойных ног может ухудшить. Из препаратов используются чаще всего противопаркинсонические препараты, в частности промипексол, меропекс, торговое название оригинального препарата. Но и дозировка, и кратность приема, и продолжительность курса должны быть согласованы с лечащим врачом. В случае эссенциального тремора, возможно, имеет смысл начать с бета-дреноблокаторов, то есть заняться лечением эссенциального тремора и смотреть, как будет реагировать синдром беспокойных ног на данную ситуацию. Повторюсь, я не являюсь сверхузским специалистом по синдрому беспокойных ног. Я рассказал вам общую информацию, общее направление действий. Нужно посетить врача. Назначение исследований разумно, если мы смотрим железо, если мы исключаем или подтверждаем беременность, если мы смотрим нижние конечности на предмет полинеэропатии, то есть электронеэромиографии, или на предмет хронических заболеваний вен. Использование таких методик, как электроэнцефалография, МРТ, шейного, поясничного отдела позвоночника или головного мозга, большого смысла не имеют. И с них точно нет смысла начинать. Это может сэкономить вам деньги. Нет смысла использовать сосудистые препараты. Нет смысла зачастую использовать препараты для снятия мышечного тонуса, то есть миорелаксанты. Их конечно можно пробовать где-то как-то, если другие методики не помогали. Но алгоритм такой. Сдаем анализы, исключаем причины вторичного синдрома беспокойных ног и думаем о назначении препаратов специфического действия. Но все эти этапы должны быть под контролем вашего лечащего врача. Прежде всего врача-невролога. Надеюсь информация была интересна и полезна для вас. Синдром беспокойных ног встречается достаточно часто. И если вы заподозрили у себя его наличие, это повод обратиться к неврологу. Желаю всем здоровья. Благодарен за ваши оценки, за ваши перепосты в своих социальных сетях. За просмотр ролика до конца, кто его досмотрел до конца. Всем здоровья и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok